И самое важное, что сегодня вы все были свидетелями Творческого Союза, который впервые возник у нас с Стасом только сегодня. Он впервые, значит, исполнил песню и сразу она у него получилась. Значит, самое главное, что текст ему понравился и песня, как я вижу, пришлась тоже по вкусу вам. Ну, если он ее возьмет в свой репертуар, я буду просто благодарен. Вот. А, значит, хочу прочесть одно стихотворение просто, чтобы тоже сказать вам всем спасибо и поделиться осенью. Вот такое мое впечатление об осени. День отравлен погодой, Вышло время летать. Что за странная мода в октябре умирать? Что за странное солнце за небесный конвой? Будь-то гели и стронцы взорвались над Москвой. Волчьи войны слышишь. Хочешь плачь? Хочешь пой? Я гуляю по крышам, как московский слепой. И пишу облаками, и пишу горьками по краям облаков. Но, встряхнувши руками, слышу требез каков. Капли крови роняю на чужие ножи. И меня обнимает смерть по имени жизнь. Спасибо. Итак, на сцену приглашается ведущий, известный. Он и музыкальный, и поэтический критик. На очень многих сценах Москвы выступал. Человек с большим чувством юмора. Итак, Григорий Мовшиц. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня Стас представил как критик. Я вообще не критик ни разу. Вы нигде не услышите, чтобы я кого-то когда-то критиковал. Я, наоборот, всегда поэтов защищаю. Когда у нас на проекте критикомания, кто-то их пытается критиковать. Но это проект. А в жизни меня критики никогда не дождетесь. Каждый пишет так и творит, как он хочет. И это его право. И, как говорится, я всем желаю творческого окрыления. Поздравляю Стасу и Татьяну с их мероприятием. Коротенький стих прочитаю. Ну, рифмозарисовка. У меня хулиганский. Сейчас хулиганить не буду. Что-нибудь такое. Поэт называется. Человек ковыляет под зонтиком, поправляет рукой капюшон. Он немного похож на невротика в этом городе сером большом. Леди ночь для него, как красавица, окунает в неоновый свет. И в бездонных глазах отражается. Сразу видно, что это поэт. У него нет ни кошки, ни женщины. Он явился с далеких планет. Жизнь коварная сыпет за трещины. И грустит одинокий поэт. Необъятные джунгли сердитые. Убивают, калечат творцов. В них живут господа знаменитые. И иконы гламурных певцов. И фальшивая девка продажная. Там любовь семенит не спеша. И смеется купюра бумажная. В стопакинских рублей США. А поэт посмотрел и расстроился. Как же низко упал человек. За него помолился в полголоса. И ушел в девятнадцатый век. Спасибо большое. Ну и пару музыкальных композиций, которые вы все знаете. Если кто-то хочет потанцевать, может это сделать. Медлячок. Спасибо.